И так, сейчас будет лекция с первых рук о переводе дятлова. Народ потихоньку начинает подсасываться. Будет познавательно послушать. Сейчас хотелось бы не детали похода описывать, а рассказать, как сделать нечто подобное. Как все организовывать, что делается, идеи. Ну, а соответственно, походу задавать вопросы. Идей похода откуда им тратить? Убирать нужно какие-то сказочные места. Вот на самом деле, не просто пойти в горы, а нужно брать какую-то гору с легендой, место с легендой. Самое красивое, самое обалденное, самое широкое, самое никому не нужное только вам. И туда идти. При этом, чтобы сформировать группу и туда дойти, вы должны позвать своих соратников друзей к соответствующему. С этого начинается как раз весь поход. Вы одного человека, на мой взгляд, для хорошего похода не достаточно. Поэтому вы обращаетесь к тем людям, которые имеют соответствующий опыт, чтобы реализовать задумку и пойти к неувалимому человеку. А если нет таких людей? Если таких людей нет, вы их нужно искать. Или отменять задумку, значит, вы еще до нее не гражды. Дальше. После того, как вы нашли несколько людей, ну, пару человек нашли уже достаточно, они превращаются в бедро группы. Которая делает всю подготовительную работу и начинает вокруг себя собирать руки и участие. Подготовка подобного похода – это достаточно сложное мероприятие. Ну, сами понимаете, нужно подумать о питании, ночлеге, палатку не тонули, люди не замерзали, ничего не ломалось в походе, а если что-то ломалось, то чинилось. Есть, в общем, миллион всяких вопросов, которые мы пытаемся рассказывать школьникам, но никогда не расскажем для похода в просто даже категории. И если вы хотите сделать категорийный поход, то без опыта, участия в подобном походе у вас это просто не получится. Это очень опасно. Итак, вы сформировали бедро группы, наметили какие-то планы похода первоначальные. Теперь думаете, что вам нужно с точки зрения творчества, того, как бы привлечь, как бы сделать поход еще более веселым и еще более фановым. Начинаете этих людей с вами. Как все ищут? Ну, у вас есть какой-то набор своих любимых, может быть, авторов, которые, да, есть фотографы, которых вам нравится смотреть. Вы, соответственно, начинаете интересоваться, какой у них вообще там опыт жизненный, походный, и думать на тему, получится ли привлечь данного мероприятия или нет. И вот если оказывается, что привлечь этих людей можно, то, ну, вот так вот просто виртуально можно. Выглядят они вполне вменяемые, не сумасшедшие какие-то городские... Ну, это не всегда понять, важно. Не всегда понять, да. Вот не какие-то унылые, вялые в обычной жизни, не там, правильно, хорошо физически подготовлены, тогда можно уже к ним обратиться лично. Лично написав, позвонив, выловив где-то на пути от дома к работе с газовым баллончиком, там, и заставить их с вами разговаривать. Предложить идею, объяснить им, зачем это нужно. Потому что то, что вы выдумали классный поход, и то, что он вам кажется классным, вовсе не означает, что он покажется классным вот этим самым. У них свои планы, своя жизнь, свои какие-то привычки, и они далеки вообще от того, что у вас там в голове творится. И вот эти свои мысли, как раз, которые у вас творятся в голове, эти идеи, вы должны просто заразить ими заинтересоваться. Да. Приблизительно так и формировалась группа для похода на Переволгарского. Ну, если брать по участникам, то там половина – это горная секция МФТ. Это те люди, с которыми я ходил много в разные походы, сложные, ну, в общем, любые. Вторая половина – это люди, у которых, в принципе, еще год назад я не знал. Не знал совершенно. И познакомился по интернету и набрал их по объявлению. Вот, в принципе, очень много людей, которых я приглашал, ну, там, отказалось или не смогли по каким-то причинам. Я приглашал, я больше сразу скажу. И предыдущий взлет блогеров мы проводили тоже там, ну, здесь же, в посыпи. И тоже очень много… Это когда зимой вы с кем-то там беседуете, да? Да, да, да. Ну, это просто такие… Я просто видела, ну, не по телевизору, а по интернету. Ну, вот вчера упоминали, что не нужно шлак всякий выкладывать в интернет. Вот, у нас получился шлак, мы еще не повыкладываем. Итак, вот этих людей прям по объявлениям набрали. И здесь задача, ну, того, кто все это организовывает, обеспечить их безопасность. Ну, помните, что когда вы кого-то приглашаете в какое-то мероприятие, то вы отвечаете за него, ну, по крайней мере, морально сейчас, да? А местами даже узалобно не может быть. Соответственно, вы должны каким-то образом проверить, соответствуют ли они, вот, картинки, которые вы видели в Ютубе или там в социальных сетях реальной жизни. Так ли они крутые, умеют ли они действительно ходить на лыжах, или у них там все постановочные где-то кадры. Ходили ли они в походы или просто об этом рассказывают. И это все проверяется, ну, разными пиками. Каких-то собеседований, каких-то совместных выездов предварительных. В общем, это геморройная вещь с точки зрения там организации и всего-всего. Ну, с другой стороны, это как бы тот же туризм, только, ну, там, с новыми людьми, которые, подчеркну еще раз, должны быть вам интересны. Вот. Опять же, вы еще должны проделать большую работу и подготовить психологически своих товарищей из горной секции МФТВ и объяснить, нахрена им это нужно, нахрена вообще возиться там с блогерами, у которых, которые могут оказаться невменяемыми там со звездной болезнью, вот, не знаю вообще, нищебродными, ну, совершенно любыми и такими, только не такими, как их видят вот с экрана монитора, да? И вы должны вот своих товарищей тоже убедить, что делаем полезное дело. Как может звездная болезнь проявиться в походе, ну, в таком, как вас? Ну, допустим, мы взяли блогера, он звездит. А как это будет выглядеть в походе? Вот вы идете на лыжах, холодно-голодно там, тяжело. Будет умирать постоянно. Не-не, он просто говорит, давайте все пидорасы, один я граф Монте-Кристо. Хорошо, хорошо, согласно. Я дальше не пойду. Вот самое простое проявление, я не пойду в эти ваши дворы, нахрен. Ну, не иди, оставайся здесь под елкой, я просто... Ну, где, ну, как? Почему? Потому что 200 километров до населенного пункта, потому что мороз минус 30, и палатка... Ну, он же сказал, я завтра не пойду, ой, дальше не пойду. Ну, и что не будет? Ну, и что вы будете делать? Конечно, будем сворачивать экспедицию, разворачивать... Да вы что, вот так вот? Конечно. Ну, там человеческая жизнь на кону. Я совсем по-другому это мыслю. Ну, не иди, своя проблема. Зависит от этого условия. Нет, поймите, да... Да при чем тут Дугна? Мы же говорим не про Дугну, а про перевал, в который ходили люди. Ну, получается, вот, ну, там, не знаю, от какого-то путешествия большой толпой, там, автостопом, да, вот. Знаете, тесто автостопщиков. Все там, не знаю, десять человек собрались, кто быстрее дает. Ну, это гонки, да. Нижнего Новгорода, да, и поехали все. И по хрену, что там, ну, как бы, каждый автономист, да, и всем друг на друга попили. Походе такого не бывает. Мы все... Вот в Байдарке вчера переправлялись, да? Вот может один человек сказать, я дальше не погребу, я... Вы что, тут Волга, высадите меня! Вот как, что его, высадят посреди Волги? Это невозможно. Ну, это как в самолете, остановите, я выйду, это нереально. Вот именно об этом и речь. То есть, самое главное, это подбор людей? Да, очень важно подобрать план, очень важно провести с ними предварительную работу, желательно какие-то встречи, походы, вот до этого большого мероприятия. И если какие-то сомнения возникают на этом этапе, то... Лучше не брать такого, да? Можно договор заключить, типа, что там обязуюсь пойти, что если нет, то... Ой, ну кто вообще станет заключать такой договор? Ну, наверное, конечно, нормальная практика. Более незаконный маршрут. Ну, то есть, если человек нарушил плохо, то есть... Чего? А? Если человек нарушил плохо... Да, да, да. Ну, то есть, можно будет его тело принести в суд. Поход? Это поход? Это больше бизнес или... Да? Поход? Ну, раскрутка всего-то, реклама. Да? Подговорка, что мы можем добавить... Поход? Это поход! Сколько вы заработали на этом походе? Сколько? Правильно? Я заработал реально геморрой на этом. Ну, смотрите, да, давайте, всех же интересует конкретика там цифра. Вот у меня до похода приходило, наверное... Сколько же приходило до подписчиков? Около сорока в день. Сейчас приходит стопки, да, возможно... Ну, с большой вероятностью на это повлиял поход. То есть, 60 подписчиков в день... Ну, разница почти в два раза прироста подписчиков. Ну, вот получилось там плюс пять, там плюс восемь тысяч подписчиков. Ну, что такое восемь тысяч подписчиков с точки зрения денег там или еще чего-то? Да это вообще ничего, это может быть там 400 долларов в год. Может быть... Ну, ни о чем. Ну, совершенно ни о чем. При этом нужно понимать, что просто нереальное количество времени тратится на поиск спонсоров, ну, если участники не могут обеспечить свою поездку самостоятельно, да, если у них тупо нет денег на подобный план. И это сложная работа, ее нужно уметь вести. На самом деле, ну, далеко не все ее умеют делать. Ну, просто вы как представляете, что вот так вот спонсоры прям очереди стоят и желают отвалить денег вот всем подряд там, включая блогеров? Нет. Ну, в общем, если у них есть спонсоры, которые желают отвалить, то вот вообще вот куча блогеров отваливаются. Ну, тут замкнутый круг. Для спонсоров нужна известность, а для похода нужны спонсоры. Заработать на этом невозможно. Я, на самом деле, не знаю никого, кто ходит вот в подобные, ну, какие-то устраивают подобные интересные экспедиции и на этом зарабатывают. Ни одного человека, даже если мы берем самый большой масштаб там, да, конюхов, розов, да, жить за счет этого можно. Ну, заработать этим, ну, просто, ну, по деньгам у меня отрицательный результат. Я потратил деньги, да. Остальные участники, ну, тоже, наверное, по несколько тысяч потратили, да. Ну, если бы мы пошли без этих конкуров, потратили бы больше. Ну, тоже там, ну, для нас нормальные деньги. Я потратил времени больше, чем я бы заработал бы за это время, там, в своей работе. Да, так и есть. То есть, человек с высшим образованием в Москве, ему точно выгоднее работать, там, в основной специальности, чем поделать спонсорские деньги. Это я вам гарантированно говорю. То есть, если у вас зарплата 100 тысяч рублей, то точно идите вообще в поход за свои, нахрен посылайте всех спонсоров, они вам просто проедят. Вот. Ну, только если не с вами еще целая группа, которая вот это не будет собрать. Вот. Итак, в общем, собрались, собрали группу, подготовили, проверились. Теперь творческий процесс, как организовать. Сразу скажу, что мы там сделали, ну, вообще как-то не то, что идеально, далеко от идеала, далеко от того, что планировали и организовали, ну, по сути сделали его, ну, так, через одно место. Ну, мы в очередной раз пытались сделать фильм, сюжет, сценарии, но у нас не было ни сценариста, ни режиссёра, поэтому ни фильм, ни сюжета у нас нету. Сняли, всё сняли. Из этого вот Макс там, Мэн монтирует, что может. И наш, наверное, совет, Макс, вот тоже должен вписаться в этот совет, что напишите все сценарии заранее, напишите планы заранее, что вы хотите снимать, когда вы хотите снимать, сколько времени вы на это будете тратить. Это, конечно, не означает, что вы чётко будете следовать этому плану в походе, да, это тупо невозможно, потому что, ну, вы не знаете точно, что там ждёт в походе. Когда будет определённая погода, когда будут физические условия для съёмки там хорошие, но некий план, там, раскадровка для вашего будущего сюжета должны быть готовы заранее. Подожди, ну мы же пытались снимать и сделать. Конечно, да, мы пытались. Не получилось нифига заранее. Поэтому мы снимали всё, что было, и потом уже как обычно. Ну мы пытались, и я считаю, что неправильно, что мы просто попытались и ничего не сделали. То есть нужно не пытаться, нужно взять, написать и сделать. Нельзя просто так взять. А, да. А вот можно вопрос, что подозревать под сценарием? Что там можно сосценарировать? То есть я понимаю только хотя бы легенды просто собрать, распечатать и что-то о них рассказывать походе. Смотрите, вот у каждого видео, ну, вообще любое видео, любое такое художественное произведение должно иметь определённую структуру. Завязка, кульминация, развитие сюжета, завязка, экспозиция, развитие сюжета, кульминация, развязка, финал. Вот это всё должно присутствовать в ваших видео. Обязательно должно присутствовать, иначе, ну, ваши видео будут непонятными. По краям вступления и пилот в контент. Что, ну, какие сюжеты можно снимать? Конечно, отдельное пятиминутное видео может иметь все вот эти части. Да, например, мы снимаем о том, как приготовить пищу на костре, когда два метра снега, ну, там, выпало в лес. И вот здесь может быть и завязка, и экспозиция, и развитие. Это всё должно быть, да, чтобы людям было понятно, о чём мы снимаем, в чём сложность и как мы её преодолели. И так вот по каждой части и по хору. Вот если это идёт в сериал, да, там, мы показываем одну, один день жизни, то, соответственно, желательно, чтобы в этот день мы сняли этот день жизни, да, чтобы были кадры, которые мы потом смонтируем в историю. И эта история будет иметь, вот, завершённо, будет иметь все перечисленные кусочки, да. Важный момент, ещё раз, вот, подготовьте и напишите на бумажке. Подготовьте, ну, всё, может быть, даже там шиньте. Вот чем лучше вы подготовитесь заранее, тем проще вам будет походя, тем меньше вы времени потратите, тем проще потом будет как-то на монтаже. Вот, конечно, ну, с ростом какого-то там блогерского мастерства, вот, готовиться нужно будет всё меньше, да. Вот Андрей Каньшо умеет просто вот так вот, приехал, взял камеру, сделал рассказ. Он реально это умеет, именно поэтому у него там запредельное количество подписчиков, потому что он жарит. На самом деле, я же. Нет? Нет, он ещё ночами писал на бумажке сценарий. Прямо, открыли, вот так вот. Правильно, правильно? Да, вот, вот, как бы, секрет успехов. Ночами все спят, а он пишет на бумажке сценарий. Ты открыл тайну инстанции. Тайна перевала театра. Тайна перевала театра. Тайна перевала театра. Соответственно, у вас много участников, ну, предположим, что много участников, все умеют снимать, но нужно же идти по ходу. И здесь должны быть чётко как-то, ну, чётко обозначено, когда мы снимаем на ходу всё, да, и что-то делаем, ну, свою, у нас было сделано следующим образом. Каждый блогер снимал свою сюжетную линию и снимал то, о чём он хотел рассказать по ходу. Но были ещё общие кадры и, ну, так сказать, общие кадры. Ну, например, примером там общих кадров, вот Макс писался, он был у нас главным оператором. Ну, точнее, два Макса, вот два оператора, которые жарили относительно много. Ну, правда, Макса не очень много в итоге. А Татайна надо сделать. А вот Макса много. Да блин, Макс мало, Макс много. Вот, всё, они дали GoPro в этом вся отмазка. Остальные, ну, снимали там что-то для себя. Соответственно, как мы договорились потом это всё использовать и монтировать? Видео выложены в общих дог. Все видео всех участников. Бери, что хочешь, монтируй, что хочешь, делай любые видосы, какие хочешь. Ну, конечно, есть некое такое джентльменское соглашение, что какие-то личные сюжеты мы стараемся не использовать. Ну, например, если пошли там Макс вместе с Данилом Коржёновым на Платом Бунер и ночуют там выдвину, то это их рассказ, да. Ну, Макс записывал, Макс всё сделал. Это его рассказ, поэтому его, ну, вряд ли кто-то будет представлять другой. Разве что там короткие кадры, чтобы сослаться каким-то образом. Ну, один-два-клова надёргать можно, там, два-два-клова, строго, непонятно, отсюда у нас выйдет. Да, конечно, ну, конечно. Конечно, ну, случаются моменты, когда, ну, там, в собственной какой-то этой линии, на твоей камере есть пробелы, которые нужно закрывать. Вот, тогда можно чего-то там выдать. Вот мы монтируя, ну, меня монтирует брат, но как это выглядит? Это не значит, что он может сесть и сам смонтировать серию, да. На самом деле это такая совместная работа, там, совместный отсмотр материала, построение сюжетной линии. Он там не был в походе, он в этом материале просто закопается, если ему не сказать, что делать. Ну, вот, построив сюжетную линию там серии, оказывается, что в этот день ничего не снял я своей камеры. И там камеры Макса, которая якобы общая, тоже ничего нет. И, соответственно, начинается там дергание. Где-то там чего-то у МШ подрезали. Где-то в фотошопе подрисовали. Да-да-да, подрисовали в фотошопе, где-то, короче, вставили карту и уже после похода рассказали. Вот так происходит процесс создания этих серий. В общем, резюме надо готовиться. Готовить материал заранее. Знать, что я буду говорить в тот или иной моменте. Важный момент, что именно по творческой части нужно готовиться не меньше, чем самому походу. А еще, может, вопрос этот. Вы пишете текстовые индексы того, что, ну, вот, внутри материала. Ну, допустим, отснял папку, да, и там вот цифрами идут, ну, записи. Все это просмотрел, но это же еще смотреть всем остальным участникам группы. Ну, проще же просто... Вот у нас была попытка в этот раз сделать некую совместную базу. Теги прописать. Вайтруме, да. К каждому видео поставить теги. Ну, в итоге она... Проводилась. Не знаю, но я у себя теги поставил, могу сказать. Да-да-да. Все, что я просмотрел, я все каждое видео эти яму смотрел, я на него ставлю что-то тег там. Ну, там, кто был присутствовал в кадре, какой бренд присутствовал в кадре, кто там костер, еда там, палатка, бурга. По-хорошему это нужно сделать и продумать. Но мы натолкнулись на реальную сложность. Мы приехали, у нас больше терабайта материала. Соответственно, мы начали его как-то менять, быстро сливать, захотелось это сделать, побыстрее обменяться. В результате, вот, папки на диске выглядят так. 64 гб. Понятные бои. Банпатого гупро. Индэ. Индэ один. И, короче, вот так вот, весь, ну, все камеры, вот так, все флешки вот так вот, слиты, да. Соответственно, допустим, ну, Макс может это унести на жестком диске, он живет рядом, он уносит это к себе, как-то сортирует, прописывает теги. Я у себя посортировал другим способом, соответственно, его базу лайфрума, чтобы потом привязать к моей геморрой. Ну, в общем, тем более не все участники, как бы, ну, во-первых, с лайфрумом мы и раньше, никто из нас не было связано с другом, поэтому нам с каждым надо научиться этому еще, этому делу. Это тоже отдельный геморрой, научиться сделать отдельный принцип, как мы будем расставлять теги, как договориться с тем, там, иншал, дриши, которые там тоже все работают. Короче, ему же было видео-рофи писать, как-то в лайфруме. Ну, возможно, по результатам пару таких походов мы и сделаем, как снимать видео в походе. Давайте, такой, наверное, совет. Вот смотрите, вот здесь какой-то центровой чувак, который умеет пользоваться лайфрумом. Компьютером. Компьютером. Да. Ему нужно сдать все материалы, а у остальных быстро их стереть нахрен. То есть не должно быть дублирующих материалов. Он это все как-то разнесет, делает теги, и потом вот целиком эти материалы попытается... Через месяц. Да. А в это время в ютюбе все говорят, вы зажимаете там видео, где что вы не выкладываете, как ты и зажал. Ну, приблизительно так и есть. И так подготовились, написали творческие все эти вещи, поехали в поход. Здесь начинается с одной стороны самое интересное, ну, сам поход, а с другой стороны начинается сложная работа. Дело в том, что вот поход такой с камерой, он отличается от обычного тем, что вам нужно находить в сутках дополнительных несколько часов. Все процессы сильно длиннее, когда у вас в руках, сильно дольше происходят, когда у вас в руках камер. Ну, элементарно. Если вдруг что-то происходит в лагере интересное, а у вас пять блогеров, то у них инстинктивно срабатывает инстинкт бросить все и достать камер. При этом выглядит итоговая картинка так. Сними меня, как я тебя. Стоят мудаки вокруг как бы одного Васи, который копает яму, да. Мудаки с камерой. Каждый залезает в кадр другого. Картинка, которую просто зрителю невозможно показать, потому что он посмотрит и ничего кроме о том, что это мудаки не подумает. Поэтому... А Вася наберет лайки, кстати. Да, поэтому нужно организационно это все решать. Говорит, что вот, там, те, кто ставим лагерь, один кто-то снимает. И, ну, там, снимает, ну, он там сам решит, если он шарящий чувак, что он снимет. Вот. И дальше поставить камеру. Все камеры должны чтобы работать, и посмотрят, и говорят, блин, я послал палатку. И это прикольно. А эти, эти четверо еще ковыряют. Ну, на один из вариантов. Да. Можно так делать. Можно, но... Здесь тысяча гигабайт так не затягивает. То есть, нужно снимать по-разному. Не, ну, если ты говоришь, что эти мудаков не возьмите, разведите, и пейте. Ну... Каждому есть что сказать. Да, да. Это начинает писать, да. Ну, ты говоришь, ну, вы оттуда выйдете, кто-то не поставите. Короче, бороться с этим нереально Вася всегда будет, я понял. Ну, это много. Ну, надо заранее готовиться. Есть очень серьезная проблема, кто снимал и кто фотографировал видео, кто знает, что участники не готовы не фотографироваться, не снимать, и не оценивают, насколько это сложно, долго. Потому что во время привала, пока все приваливаются, там, готовят еду и едят ее, самое интересное, как раз вот, там, еду снять. Вот пока ты ее снимаешь, все остыло уже. А после этого, пока ты снял уже свой фотоаппарат рюкзак, кто-то, перед тем, как поесть, все уже собрались, оказывается, уже на лыжах выходят. А ты сидишь еще не собранным рюкзаком, тебя еще ругают с холодной едой. Тебе еще чего-то не достало смыть, потому что пока ты снимал, ты не мог ответить по вопросам, хочешь добавить или не хочешь, ты не можешь сказать. Участники должны понимать, у нас, слава богу, была половина понимающих, а вторая половина очень... Вторая половина объяснила. Нужно заметить, что вот вторая половина, когда шли в поход, то горная секция МФТ и все члены, они знали, что на них будет дополнительная нагрузка. То есть они это знали, понимали и тащили на себе. Заставлять повторно делать. Ну просто повторно, они просто понимали, что вот встал лагерь, сейчас три человека разбредутся снимать, а, соответственно, двое будут сниматься у них, а лагерь ставить оставшиеся пяти вместо десяти. Но я вот пока рассказываю, что это все так, блин, как-то гоморройно, сложно, непонятно ради чего. Ну это творчество, да, и если у вас что-то получится там красивое, необычное, вы просто от этого сами протащитесь нереально. Да, вот у вас, ну выйдет солнце в нужный момент, точнее выйдут звезды в последнюю ночь на плато Маньку Бунер, когда все уже свалили, и вы просто получите немеренный кайф, то что вы вот прям из последних сил схватили эту какую-то шедевральную фотографию, или сделали какой-то супер классный кайф. С большой вероятностью никто из ваших зрителей не поймет, какой он ценой вам достался, не поймет, насколько он ценен для вас. Такого вообще в National Geographic видели, полно, и он на Discovery все снимает гораздо круче, вот эта сломанность. В National Geographic конечно заморачиваются, что там хреновый квадрокоптер, что у вас GoPro трясется и крещит, вот. Вы должны быть к этому готовы и просто понимать, что вы, ну, делаете это все вот ради творчества, да, не для того, чтобы получить там хороший комментовер. Это просто, как любое искусство, бессмысленно и непощадно выглядит. Вот. Сколько нужно быть человек с камерой настройки, с людьми, с людьми, с людьми, с людьми? То есть здесь в походе один камерой, то, наверное, это не нужно? Одна будет достаточно. Одна будет достаточно. Конечно, да. Для рассказа всей истории, ты написал ещё много. Много видео есть, которые в интернете есть, с очень классным сюжетом, где реально сама один человек. Да вон Макс Клифанов, подкатился по Крыму, оближался, сразу видел. У меня группа из одного человека. Ну, такая. Нужна целая раньба. У меня сама группа снимала. Вот я снимаю кино, я один снимаю. Никто не помогает. Довольно хорошие кадры получают. Да, выхожу из машины, так, камеру, хоп, поставил вперед. Некоторые в гору, а я побежал, поставил бы упрошку. И сам думаю, 40 тысяч, как бы не уехал. 50 метров пробежал, типа проехал, опять вышел, забрал и дальше погнали. Проще, когда есть оператор, но опять же, он должен иметь желание это снимать. Часто у человека. Зачем ему стоять с камерой и ракурс там что-то удерживать? Надо, когда он сам для себя снимает, проще смоунтов поставить. А вот я вот перебью, он рассказывал по поводу... У меня есть седьмая серия, я написал сюжет, что надо сделать в этой серии в поездках в Крым. Блин, ну помочь кому-то в дороге. А писал всё, и у меня просто получилось по серии, я приехал на заправку, и поставил вопрос, ну сейчас мне снимок заправляетесь, кто посмотрел меня. Чувак попросил, я его машину толкаю. А от кадра получился, вообще залезет. Если потом на камеру стоял, ну вот, чувак, завели машину, поехали дальше. Ну, так и есть. В общем, достаточно одного человека, но, конечно, группой, если это группа единомышленников, делать проще. В принципе, в походе одного человека с камерой будет достаточно. Во-первых, это гарантирует, что не будет попадаться вторая камера в кадр, да, и не будет в этот кадр порт. Во-вторых, это сразу упрощает монтаж, да. У вас одна камера, всё идёт линейно, все события линейно, всё очень просто монтируется. В-третьих, ну, совершенно понятно, как этой камерой снимать. Да, вот у неё, ну, одна камера, у неё есть какой-то там набор возможностей, и, соответственно, под неё уже выбираются сцены. Вот. Ну, в то же время, когда камер много, ну, тоже можно получить фану. Это интересно. А вот, Дмитрий, у меня вопрос. Какие подружески, какого-то перевала, да? Ну, там, встречаем, конечно. Ты его видел? Там, да, всё, господи, ребята собрались, молодцы, блогеры, да? Там, часть там афутуистников, там, просто ходила, крутые, там, бургалы или нефюристы. Вот, собрали бы, там, взяли, там, простых людей из народа, там, ну, грубо говоря. И вот у меня, в связи с этим, вопрос, да? Ну, понятно, это популяризация, набрать, там, больше людей, синише, всё естественно, круто, да? А вот, насколько реален реальный проект, допустим, половина блогеров, чтобы подчеркнуть, половина обычных побывателей, да? Вот, для кого-то и вот это, это круто, потому что, о боже, ты работаешь, ты промокла. Нереально. Это будет унылое говно. Проходило через это телевидение, ну, со своими, там, огромными возможностями, бюджетами, да? Ну, это, ну, ничего не получится, да? Во-первых, когда ты берешь просто человек, вот, блогер с одним подписчиком, он уже качественно отличается, ну, просто от обычного человека. Ну, хочет снимать, хочет сниматься. Вот это важный такой момент. То есть, просто, просто человек, который, ну, хочет сходить в поход, ему проще сходить с группой, которая просто идет в поход. Ему не нужно идти в этот творческий поход. Ну, нафиг это не нужно. Он напряжет всех, напряжет себя сам и так далее. Это, ну, не получится. Более того, даже блогеров не всех можно взять в этот факт. Да, вот, конечно, была масса вопросов, почему там не взял того-то, почему того-то. Ну, такие мысли просто, ну, как раз, людей, которые далеки от категорийного туризма. Да, вот, ну, почему. Есть масса причин. Этого не взял, потому что он живет в жопенях, билет на самолет, ему 50 тысяч. У него нету там... Ну, например, да, например, да. То есть, можно было его взять, было бы прикольно, да, он бы такую новую, вообще, струю дал. Я бы хотел сходить там с ним в поход, это было бы по-другому, было бы классно. Конференции было бы? Да ему было бы как с детским, взятским. А куда-то с детским? Да. Но это невозможно. Соответственно, ему даже приблагать это не стоит, ну, потому что, ну, нельзя это сделать. Кого-то еще другого нельзя взять, потому что у него физподготовка не соответствует. Ну, он просто, ну, не затащит этот поход и не пройдет, да. Сложный такой спорт. Еще кого-то, ну, смотришь, ну, нету снаряжения. Значит, нужно будет все снаряжение ему каким-то образом добыть, да. Ну, можно добыть там на одного человека, да, вот. Ну, пример как раз Андрюхенша, да. Ну, он же совсем в кругом туризме занимается. У него, конечно, ничего нет. Вот. Как-то одеть его и обуть всей группой можно, да. Но одеть и обуть несколько человек уже нельзя. Самого блогера и все, еще раз, почти все блогеры нищеброды, да. Денег у него своих нету, желание покупать снаряду для одного похода, ну, не будет и нету. И, соответственно, ну, взять вы его не сможете, потому что у него просто нету нужного там, смотри, обеспечить вы его не сможете. Ну, что, он замерзнет и умрет. Ну, вроде. Куча лайков сразу. Сомневаюсь. Нет, куча дизлайков. Не помоги мне. Все равно хорошо. А как в плане бумажной части? Ну, то есть, юридически… Туалетная бумажка. Нет, не туалет, а в плане юридической. Там же все равно, когда берешь, собираешь группу, едешь, и при том это афишируешь на все, да, то в случае несчастного случая, ну, будет не очень хорошо. Мы не продаем. Да, мы вообще ничего. Все добровольные. Тут мы… Юридические группы современные, да. Юридические, они абсолютно это сборище индивидуумов, которые добровольно покерлись в эти горы. И каждый вообще, кто юридически отвечает, сам за себя. Но единственное, что, если кто-то сломает ногу, то бросать его, конечно, нельзя, это оставление в опасности. А во всех остальных случаях, каждый, никого, никто, ни за кого ответить нельзя. Помочь спуститься? Да. Обязанное помогать. По ломану ногу или спасателям. Да. Разное помогание. А если ты, допустим, спортсмен, да, ну, то есть, ты уже там, ну, турист, там, какой-то разряд, да, или там мастер спорта, берешь кого-нибудь, вот, то и идешь в категорийный поход, и у юристов, ну, у адвокатов возникли вопросы, а почему ты, спортсмен, взял категорийный поход, ну, с того, кого нет. А ты не заявляй поход, и все. Да даже если заявлять, то это юридически никакого не добавляет ничего. Ну, в таком случае тогда критерий отбора людей в группу должен быть очень-очень жестким, чтобы, ну, я же говорил, что здесь все очень сложно. С другой стороны, требующий взять человека, который, ну, поможет каким-то твоим, там, творческим планам, ну, тупо, чтобы у него была самая, вообще, там, большая аудитория, там, блин, вообще звезды, металлик с собой в походе. А с другой стороны, он должен, ну, этот поход как-то суметь пройти. И вот, пусть даже под наблюдением остальной, там, часть, конечно. Давайте еще вопросы, вот, ну, там, по походу, по организации, по тому, что мы видели, там, что хотели, потому что, ну, дети не видели. А про эти, про эти, да, многие же поверили, там, там, видели, там, что за палаткой. Нет, все говорят, белые медведи, интересно, а то, что там медведи... Белые медведи на тех широтах не водятся. Ну, это, это, знаешь, там, два... А многие думают, что белые медведи, это все, что за центральная Россия. А еще, по бумажной работе, там, оформляли страховку, там, страхование в случае несчастного случая, или страхование в случае несчастного случая, чтобы, там, вертолет, допустим... В любом случае, прилетели. Не, не оформляли, это сейчас тяжелая тема, в России, как бы, не прокачано страхование спортивных походов. Нет, ну, это МЧС-то нас сообщает? Да, в МЧС-то, вот куда мы сообщали. В МЧС-то регистрировались как группа и звонили после похода. МЧС-то без страховки, когда Никита заберет пострадавшего. При этом, как заявляя маршрут, мы шли через заповедник, там, формально, наверное, нарушали... Это не коммерческое струк. Нет, это, ну, люди, похожие на нас, шли через заповедник, а, видимо, они не дали монтажа, поэтому это не мы, не там, да. Да, да, да. И поэтому, ну, даже, там, о всех частях маршрута нельзя, там, перейти. Ну, такой есть момент. А если оборудование вот нет, вот есть идея, хочешь, походишь, есть идея, а оборудования нет. Какого? Ну, не знаю, просто глупрошка какая-то, камера, ну, то есть... На телефоне их выкают. Да, смотри, смотри, смотри. Вы как будто еще и начнете поход. Как будто, там, десятка, летит, у тебя, ну, уйдет просто на то, чтобы, ну, эту камеру перейти. Ну, после нещебродцев, ну, а идея есть. Надо искать тех, у кого есть оборудование. Нам, начали, надо показать, что вы вообще для этого делали. Давайте, да, вот я тогда немножко расскажу вообще о работе со спонсорами. Я уже сказал, что это трудный, вообще нереальный там труд чего-то получить у спонсора, но это возможно. Когда вы нищеброд, вам этот труд выполнять гораздо проще, потому что у вас есть время и запредельная мотивация. У вас нету просто другого способа что-то добыть. А как это голод, который терзает в это время, пока ищешь спонсоров? Он еще больше, еще больше мотивирует. Может, не дожить, да похоже, да. Соответственно, что вы делаете? Вы должны продать свою идею спонсорам. Это должна быть реклама спонсора, да. Ну, в чистом виде, в общем, ни за что, за красивые глаза денег не дадут. Вы должны хорошо описать, как вы сделаете рекламу или популяризацию. Как вы расскажете там о продуктах спонсоров, что именно упомянете. Вы должны договориться со спонсором, что он вам даст самые лучшие продукты, подходящие для этого похода, потому что у вас рассказ будет честный, да. Если вдруг все будет какое-то компромиссное и нечестное, то вы не сможете не отработать деньги, не сможете не получить там никакого кайфа и вообще, короче, расстроитесь, опечалитесь, а зрители наставят в этом. Вот просто придется эту работу вести. Как ее делать? Ну, вы составляете список всего необходимого, что вам нужно. Составляете список производителей вот того, что вы насоставляли, что вам нужно. Включая производителей денег тоже здесь указывает, да. Составляете список того, что вы можете предложить. Какие варианты там рекламы, популяризации или еще чего-то. Вот составили все списки, после этого наставили там какие-то крестиков, к кому обращать, ну и приоритетов, к кому будете обращаться в первую очередь, кому во вторую, кому в третью. С помощью списка того, что вы можете сделать, составили презентацию вашего проекта с цифрами, да, понятными для там маркетинговых отделов компании. И рассылаете это все вот прям из пушки по воробьям. Всем вообще долбите там рекламные отделы, пытаетесь найти контакты, телефоны, ходите на выставки, где можно эти компании отловить, чтобы пообщаться вживую. Делаете, может быть, свои видосы какие-то с использованием, ну, их товаров, да, одалживая их у кого-то, чтобы показать, что вы дико лояльны к ним, и что вы можете, да, сделать это, ну, физически можете это выполнить. Все, вот тут на это уходит ваше время. Давай, давай. Все-таки для спонсоров должно быть у вас уже что-то снято. Так и вопрос, если не на что снимать, нужно хотя бы поднимать на телефон, чтобы уже было что-то показать перед пользователем спонсоров. То есть у нас уже некоторые спонсоры подтянулись в способ кизера. То есть мы кизер запилили по несуществующим материалам. Да, важно, на самом деле, вот, конечно, чтобы беседовать со спонсором, нужно запилить вначале вот анонсы, кизеры, может быть, сайт на бомбить. Да у меня друг тоже снял на мобильник свои трюки, да, и ему спонсор написал, типа, а что ты снял на такую дурацкую камеру, на, держи камеру и выставлю на камеру. Да, вот это как бы норма. Ну, такое случается, да, если, ну, в общем, конечно, когда у вас есть какое-то имя, то случается это чаще, да, и охотнее спонсор может без всяких требований вам что-то реально просто вот так вот, ну, якобы подарить. На самом деле это не подарить, он, конечно, ждет ответных действий за то, что ему что-то вам придаст. Ну, у тебя с фонариками такое было? Да, вот вообще, ну, молодцы, кстати, пацаны, яркий луч здесь, в тропюаре. Вообще, просто тупо прислали фонарики. Прислали, при том, они же не знают вообще, какое у них отношение там у меня будет, потому что я возьму и в мусор все выкину. Ну, рискнули нормально вообще, получили за дешево рекламу. Всем бы так вообще сделать. Только желательно с камерами. Слово Олефи Дайклса, она тут шепчет, что, типа, вот есть примеры тому, как, типа, неправильно пишут. Расскажи просто, как неправильно писать спонсором. Ну, просто за... Хочешь к нам сюда, нет? Как тяжело быть спонсором. Я не спонсор вообще, я ни разу просто, я иногда принимаю решение давать кому-то, что и не давать. Всего лишь. Ну, это в мусоре есть, тот самый человек, к которому обращаются. Ну, просто да, обычно, как вот, есть человек, с которым списываются, и если нужно совсем много денег и много снаряги, то этому человеку нужно идти к высокопоставленным каким-то лицам и говорить, ребята, вот дайте денег, вот эти ребята классные. Обычно мне пишут просто все, что сказал Денис, он очень классно сказал. Вот если бы мне хоть кто-нибудь бы вот так прям предоставил информацию и отношения, бы совсем другое было. Обычно пишут, вот мы идем туда, нужно 50 тысяч, вот у меня там 20 тысяч подписчиков. Даже ссылку на свой канал иногда не посылают. Если на подписи ок, могут написать ник, я его ищу. То есть, ага, смотрю там, что, как. Статистика, сирены статистики, за вот 4 месяца работы именно по туристическому направлению мне, по-моему, не прислал никто, когда обращался. Вот. То есть, это же первый вопрос, как бы, все нормально, идея у вас классная, ребят. Но, как бы, я могу по-человечески сказать, что да, вы здоровские, вот вам там рубрики, палатки. Но мне же нужно за них будет учитаться, поэтому мне нужны цифры, мне нужна статистика, статистика посещаемости. То есть, при обращении нужно сразу прикинуть, какие цифры, какие скриншоты вы можете прислать. Так какая еще статистика, я звезда, ты че, вообще? Звезда? Да я там наеду, чтобы я все поддавлю тебе тело, вообще, у меня есть голубок. Я просто живу в небольшом городе, и многие рассматривают, как спонсоров, чисто туристические компании, которые производят что-либо, что можно использовать в походе. Но, на самом деле, в обычных компаниях работает очень много людей и владеют этими компаниями, которые просто неравнодушны к туризму, к туристам и т.д. и т.д. Поэтому набрать 50 тысяч – это небольшая сумма. И если обратиться даже просто к обычным компаниям, то набрать эту сумму очень реально. И ни один, ни два, ни три примера даже не понимают. Да, кстати, если есть региональные, вот прям в регионах продвижение регионального проекта офигенно рулит. У меня тоже среди знакомых просто масса примеров, когда ребята, все региональные СМИ подтягивали по проекту. Просто там радио, телевидение, да, там информационный голод, там на самом деле нечего показывать этим ресурсам. И делали классные проекты, им давали там деньги, достаточно масштабные. Так что это тоже нужно делать, да, обращаться, ну, не только там к производителям того, что вам нужно, но и просто вообще к каким-то людям, к которым вы можете обратиться и как-то их помочь им с развитием. Да, здесь вот тоже про спонсоров. Не только туристические вообще компании. Казалось бы, компания ПЭК, транспортная, да, но ее руководитель – это фанат автомобильного туриста. И вот ребята там обращаются, у которых есть какие-то проекты интересные. Ребята, вы хотите там просто путешествовать по Европе на жуке, на старом, там, с вечеря вам 60-го года? Ждите, я вам дам денег. Ну, вот он тоже лоялен. Я потом контакт их возьму. Ты не можешь, кто-то хотел спонсором быть похода, если это не шипер? Задавайте тогда. А я не очень шиперский. А, да, на самом деле вот, ну просто мы пошли в поход в период кризиса, да, вообще был просто… Вот реально пришлось везде писать, что мы готовы работать за еду. Мы просто такую ношу там взвалили спонсорской ответственности на себя, ну просто запредельную. Вот, ну, в другой момент никогда бы подобного ничего не сделал бы я. Это реальный ад. Но одна из компаний, которая рассматривала вообще наш проект, и если бы вот, ну, не кризис, то могла бы сработать. Это Рексона, да, вот. Ну, бренд Рексона. Компания Фринк, значит, что это? Вообще. Юни Ливи. Это Юни Ливи. Это Юни Ливи. Ну, на рангу, да. Мы бы потестировали их походе, и вот вам реклама. И мы уже напридумывали всякое. Как мы Рексона на лыжи мажем, на клет там, на сухари. Не-не-не, там вообще в рекламе есть трапарет на спину, потом... Ну, вот, всякого. Мы бы могли там вообще. Я хочу, что там смотрели, сказали. Ну, кризис, они вообще... Вот они всю рекламу, все проекты, которые были, оставили, да, и ни одного нового, кто вперед не запускал. Вообще, это важная фишка еще написать, как именно, ну, придумать что-то, как оригинально вы это все подадите там, не просто как... Вам придется продавать свою идею, ребята, вам нужно будет заниматься продажей. Это, ну, это прямо вот огромный-огромный плюс, что не просто написать про себя и про свою идею, это очень интересно. Если, например, тот, к кому вы обращаетесь, сам болен этой темой. Когда он поймет и просто ваша идея, ну, то, ребята, классные, все отлично. Вот, если это более консервативные какие-то люди или, не дай бог, отдел маркетинга, например, или там еще подобная шняга, вот, то лучше еще придумать сразу, как вы подадите это, как вы будете дезодорантом лыжи мазать. Вот, это прямо вообще плюс ток к удаче. А если вы еще пример покажете своих предыдущих работ, то это будет отлично. И уже десятый раз, наверное, говорим, цифры, статистики, вот они вообще решают, да, еще раз, вот, ну, там, в 80% случаев чего-то вам могут дать вот какие-то конкретные цифры. Ну, нужно, вот идет поход, там, шесть блогеров, нужно цифры шести блогеров прописать, что у того столько-то количество показов, такое-то, что мы ожидаем выпустить вот такие сюжеты, у них будет вот столько-то показов. И, в общем, вот это существенно окажет роль на решениях. Ну, и плюс еще, на самом деле, одухватные же люди не надо преувеличивать. Вот недавно, да, было авто, тоже тур, короче говоря, из Москвы в Крым. Там тоже была очень интересная идея, начала рассматривать, начала рассматривать, капать, 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 смотреть, спрашивать. И получилось, что все не так грандиозно, как они представляют. А мне же с этими всякими, как бы, бумагами надо вот Мишу уговаривать, например. А он такой сразу, так, а цифры где? А это что? А почему вот по этой ссылке вот то, а там вот то? И, как бы, и уже отношение к такому проекту, ну, напишите, как есть. Ну, нужно там преувеличивать, убить себя в грудь нужно, но так, поменяемо. Ну, опять же, да, повторюсь, есть небольшого города, я из Инга. Вот, так получается, что фразу там взять, допустим, 60 тысяч до одной компании, ну, практически не получается. Приходит вас пройти, там, пиар-менеджеров, ваших лиц, заместителей, т.д. и т.д. и т.д. То есть, что это подчисать, причем зачастую там любят, там все. Люди, да, да, нет. И собрать 60 тысяч гораздо легче, по 50 тысяч более маленьких компаний. Ну, 60 тысяч уже достаточно, зарабатывали сам, но, когда начинал, поменяемо походы, не было ни снижения, ни снижения, ни снижения. И на день приходилось проводить, там, до 30 компаний, небольших, где можно встретить непотребственностью, или вот просто побывающих. Вот, сказали, что, вот, ты хочешь, агенты это хочешь. И, получается, так, по 5 тысяч, собиралось 50. Все там, ну, нервный стресс достаточно серьезный, когда уже, ну, 30 компаний за один день. Вот, но, ну, то и то оказалось, то есть, даже денег, которых гораздо больше, чем, вот, пройти в крупную компанию и пройти все эти стадии, все эти ступени. Основной вопрос – время. Если есть возможность, это одно, замучиться потом отрабатывать всю эту рекламу. Куда проще иметь одного генерального спонсора, и ему это будет любить, он будет везде следиться, там, вот, в красной лице. И тем нам проще, даже, конечно. Ну, как бы, сразу всем понятно, что это вот наш генеральный спонсор, потому что мы продались одному с этой компанией, и все нормально. Сразу, чем сказали, продались с Гармину, и зашибись. Гармин везде, и красные лица проходят. Очень удобно, когда один спонсор, перед ним одна отчетность. Когда много отчетностей, это дико сложно. Так вот я ходил в том смысле, что ни одному из них я не предоставлял отчетность. А не просто давали деньги, просто на поход. Просто дали деньги – это зашибись. Еще такой. Ну, ты как на улице можно сесть, дай-то. Денис, а можно в комментариях? Вам сюда, вот для ребят-блогеров, которые проекты продают, нужно устраивать курсы продаж. Потому что сейчас вопрос… Во что превратить? Да, потому что, ну, в действительности, тот проект, который вы ищите, способской помощи – это та же продажа. Ну, ты понимаешь, только все прекрасно понимают. Ну, мне нужно, зачем меня есть? А ты уже это знаешь. А вопросы-то идут как раз от людей, которые это еще не проходили. Так им нужно пройти вот эту как раз школу, как сказать, какого-то, ну, свою школу, иначе… Тут мы вернемся вот к предыдущим. Вот тут нужно вернуться ко вчерашнему выступлению Косту. Да, если вы пришли на YouTube за деньгами или там ЖЖ за деньгами, просто в блогинг за деньгами, просто забудьте. Это хреновый способ. Идите лучше станьте рок-звездой и шансов многих. Да, на сколько это сложно, на сколько это сложно. Дольше шансов. Лучше пойдите работать на завод. Заработайте больше. В «Рок-звезды» по-другому тоже есть фонд, все возвращается. Мы на YouTube и на «Рок-звезды», мы видим их очень мало. Это сколько пытаются и сколько в итоге прошло. Да, они зарабатывают, но их мало. А все остальные – это, ну, без шансов. Вот я попытаюсь сместить вектор. Вот если вы понимаете, что проект как этот зашквар по деньгам, спилите муслу, да? Вот поймите, ну, я, ну, там, самый дешевый, наверное, поход, который я ходил в многодневной категорины. Он стоил 26 гривен. Это, там, далекие годы, но это вообще ничего не стоило, да? Реально картошку из огорода взяли, там, блин, свинью чужую забили, накопали червей, чтобы наловить рыбу, да? И снаряду точно так же вообще какой-то, ну, просто поломанные байдарки там собирали из ничего и ничем там клея сшивали, чтобы в него пойти. Если, ну, вот просто разницы нет никакой от того похода, я получил ровно столько же кайфа, как от самого, там, дорогого похода, в который ходил. Поэтому спилите мушку. Вот на Волге здесь можно вообще получить экстримы и оттянуться столько же, сколько где-то, там, я не знаю, в Зимбабве. А сколько самый дорогой? Берет, 26 гривен это самый маленький, да? Антарктида. Плюс-минус. А что считать? А что считать расходами на походах? Снарягу, почитать, она не одна походах? Нет, нет, не снарягу, затраты вообще. Дорога, это, ну, это дорога и еда. Вот что вот похода. Ну, вот дорога и еда. Да, да, дорога еда. Ну, наверное, дороже 50 тысяч я не ходил. Походы не наразум. Да. Ну, это, наверное, самый дорогой. Но это прямые затраты, да, нужно понимать, что, как бы, что у меня автомобиль подешевле, да, потому что я взял 10% стоимости автомобиля и потратил это на снаряду, и у меня самая лучшая снаряда, потому что, ну, люди не понимают, вот, ну, многие говорят, да, ты в мажор вообще, откуда у тебя такая снаряда офигенная, да, брателло, ты вообще возьми не новую ладу-калину, возьми, блин, трехлетнюю вообще, и все, у тебя останутся деньги на снаряд, приоритеты расставлять нужно самому себе, хотя за 26 гривен тоже иногда классно, просто классно, он выпит электрички, 100 рублей контролерам отдать, и все, и он, все, можно бегать, Ноги в руки и пошел пешком, потратил там, я не знаю, взял стакан гречки и ушел на 3 дня, и все. Просто взяли на свое вот это восхождение, на маме-купунер. Пытались считать? Сколько киловазтов. Да, сколько надо объема электролета. Ну, давайте, опять, так, я вот что вспомню, то расскажу. К квадрокоптеру у нас было 12 батарей. По весу 12 батарей, ну, они там почти, там, по 400 грамм, если не ошибаюсь, то есть это 5 килограмм батарей квадрокоптеру. дальше какие были у нас камеры с собой у нас была зеркалка nikon 810 данилы с большим набором оптики к ней наверное 4 аккумулятора и батарейная ручка там бесконечными батарейками вот относительно дальше количество батареек у нас было наверное 80 тонн около 100 батареек одноразовых вот этих пальчиков фирмы fuji за деньги ну как бы батарейки хорошо но не в зимнем походе и не были 4 килограмма на человека макс вот это гема нужно в следующий раз мы оптимизируем в общем если бы конечно нас бандюки выставили и вообще дернули всю эту электронику а вторая камера еще на 3 ну короче в общем можно было могу могли мы повторить судьбу дятлова если бы там случился гоп-стоп эпически за такую сумму могут в тех местах закопать а потом вы еще и съемки наши рода ли все если еще вопросы или нет я уже потерял честно говоря нить рассказывать легком куда-то чего играть да еще как бы при подготовке мероприятия мнение про спонсоров рассказывал давайте вот есть что-то что задать что интересует хотели бы повторить что-то подобное прям горе эти гора в августе да вообще про квадрокоптер я делал видос вообще вот прям искренне с восторгом вместе с максом мы сидели в поезде рассказывали квадрокоптер это охренительная вещь вообще вот эта вещь будущего и неспроста сейчас очень много всяких стартапов квадрокоптерных пошло там на стартере и прочих платформах сбора денег людей потому что он позволяет иначе взглянуть вообще там на наш мир на походы на все если есть возможность вот добывайте себе эту штуку летайте это клево это сразу да ставит ваши как стоит вашего который там новый уровень ну если смотреть 70 тысяч вот вот текущая цена на самом деле квадрокоптер у нас был диджай фантом квадрокоптер как бы это прям сейчас квадрокоптер за 70 тысяч делает эпические кадры офигенные вот и джай фантом 3 адванс версия называется ну там попроще и все и он хорош на нем просто летать он делает классные кадры но помните что если вы решили взять квадрокоптер по путь на мой взгляд должен быть такой вы должны купить квадрокоптер за 10 баксов научиться на нем летать по квартире потом купить квадрокоптер за 20 баксов выйти на улицу посадить его на дерево слазить на это гребанное дерево полдня убить вообще короче чтобы эти 20 долбанных баксов спасти окажется шон от дерева раз весь раздолбался и требует еще запчастей на 5 баксов заказать китая запчастей на 5 баксов подождать месяц и только вот спустя это длинный путь уже браться за управление вот этим более дорогие это после того как у вас улетела несколько 20 баксовых квадрокоптеров навсегда по ветру утонула там убила кошечку любимую соседскую квадрокоптером вы поймете что это блин долбанный летательный аппарат который воздухе вообще не остается он рано или поздно сядет и хорошо если сядет под вашим управлением а может просто тупо свалиться зацепить что-то и это все вот доли секунд и он прям он может вообще еще раз он может разрезать женщине ногу кошечку пополам колбасу может разрезать если засовывать это страшная вещь вот но она классная стоящие если вы не знаю можно на толпу там пацанок одному человеку он принципе не нужен до летаешь не так часто можно купить на коллектив и это будет классно некоторые кадры я видел в ютубе умельцы просто холебина змея воздушного делали прикрепляли просто такие кадры воздушные снимали то есть там есть еще вариант вы берете камеру а вот как это григорий соколов с ракетницей пытался там кого-то это подозревать носят чтобы медведя кубик у меня такая мысль было интересно а он специально стрелил мушку зячный болтик выкрутил чтобы он с детьми ходит чтобы дети не стреляли случайно поэтому у него нет этого болтика он и ножом там как-то но там стрелял стрелял короче я бы хотел чтобы макс немножко рассказал вот о монтаже и о краудфандинге я срок деле крутой и очень опыт никто до этого мы знакомых не делал подобное хотелось бы о монтаже сценарий там раскадровки на самом деле по факту оказалось что очень много материалов гибель и укрепляем прогнозов в каком он и сделали то есть в новых буквах в ритмах в чистое 350 часов нет так 5-ка а также выкладываем 555 5-кисов в глубокий мунд치를 и выкладываем все мы все посмотрим но кто-то вовсе в в итоге надо весь этот материал можно сказать что-то новый сценарий смотришь материал и уже под него делать в этом сценарии. Как я это делаю? Хэштеги, которые хотели прописывать в Lightroom ему материалы, которые Макс сделал. Просто у каждого свой стиль монтажа. Кому-то кто-то по тегам монтирует, а кто-то просто закидывается в монтажку и нарезает просто уже без тегов. Поэтому я как делаю монтаж? Я закидываю весь материал на таймлайн и вырезаю весь шлак. Остается вот именно самый хороший материал. Из часа материала выходит 10 минут хорошего. То есть 5 шестых это шлак. Неважно хороший ты блогер или нет. Вот, и остается хороший материал и уже ты смотришь его и думаешь, что это будет. Вот, и остается хороший материал. И уже ты смотришь его и думаешь, что это будет. Блин, ну, как это все соединить в одну кучку. То есть там все такое, все разноплановое. Тут МШ комментирует, делает обзор кефира. Тут Терапия делает обзор гемы для костра. И как это вот все увязать в одну линию. И очень сложно. Вот. Поэтому я посмотрел, есть сериал, есть сериал, короче называется, французский. Формат придумал не я. И всем советую, называется короче говоря. Он называется Бреф. То есть оригинальное название Бреф. Бреф в поиске, да. Вконтакте. Вот. И там фишка в том, что 3 минуты укладывается там целый день. Или там какой-то целый день. Поэтому можно запариваться по... или наоборот запариваться. Ну, в общем, дико запариваться. На самом деле одна серия, вот одна серия мини-териалов, кто смотрел, в нее вот в двух минутах 7 часов материала. То есть нужно 7 часов материала уложить в 2 минуты. То есть... И тут есть такая... Спорт самим собой. Какой кадр лучше? Вот этот или вот этот? То есть нужно один вообще выкинуть и забыть его навсегда, а один останется в истории. И тут постоянно идет компромисс. Какой кадр лучше смотрится, а каким можно пожертвовать. И событиям тоже самое. То есть не все события входят. То есть оставить обзор кипира или поставить лекцию по турине. А еще хотел сказать, что когда вы снимаете на много камеры в какой-то погоде, проверьте, чтобы дата и время в настройках совпадало у этих камер. Потому что мы почему-то... У нас было 5 или больше таких камер. Мы проверили это 10 раз и у нас все равно не совпало. Мы в поезде поставили однаковое время. Проще удалить, чтобы не показывали. Но в итоге... В итоге у нас там расстройство идет плюс-минус в день. Бывает, что... Есть, да. У Данилы куда-то вообще время. Он... Японское, наверное, какое-то время. У Закалова сбилось. И МШС сбилось на третий день. Он за каждый день проверяет дату. На монтаже очень помогает. Делает... Куда Россия доехал... Далеко запомнил... Я думал, что пропал. Ну, если бы даже не было... Ну, поймите... А почему вот это такое, как бы... Вот... Куда доехали? Кто-то затравал, кто-то что-то готовит. Кто-то как запомнил востоку он приехал, так и говорит. Я помню, что меня разбудили, когда вы приехали, и мы поели. Просто делайте сортировку по времени, и там уже они все устраиваются в идеале. Если идеальная дата, они все устраиваются один пункт. Еще очень хорошая мысль, это когда вы нанесли. Сервис сняли, да? Ну, кстати, да, вот так вот в походе бывает вот так вот чаще всего, что самое интересное уже как бы прошло, и все, второй раз сыграть мы это не можем, потому что мы не умеем играть, мы не актеры. Они так хреново выглядят, если выглядят настоящие, то нет. А вот это означает, что произошло сорок падений, четыре мы засняли. А вот когда в елку воткнуть один малыш, это специально или поостановка? В елку я придумал, что мне надо врезаться, но я очканул и не врезался. А МШ за мной ехал, он чуть тяжелее, он не очканулся. Ну, заранее запланировал, что мы хотим ехать, но... Поостановка! Поостановка, получается, да. Смерт у меня упал. Камера стабильно стояла. А, это Данила стояла, снимала. Надо было как-нибудь это все... Зачем? Наоборот, мы хотим с этим качеством снять. Мы пошли кататься в лес, это постановка. Поставили Данилу с камерой, сказали, Данила снимает самые классные наши проезды. Данила устал со штативом, снимала, а мы дурачились как могли. Не было бы камер, мы бы все равно пошли кататься в лес и все равно сжахнулись бы в елку. Это вот... Ну... Поверьте, это так бы и было. Потому что залезли на него и попрыгали, причем на МСУ там его, там засыпали снегом, он там лежал-ржал там. Ну... Я вам так скажу, что не было бы камер, мы бы еще были жуткие вещи могли там делать. А если бы спячку медведевость не врезали бы туда? Зависит от количества камер, да. Макс, все же давай... А, давайте сейчас, секундочку, еще раз. Такой советик по съемке. Если несколько камер, то старайтесь разделить у них роли, да. Одна камера, допустим, пишет историю, там пишет звук, какие-то интервью, хреначит, да. Вот, вторая камера делает под съемку, там красивые кадры, там панорамки, какие-то таймлапсы, пейзажи, крупные кланы. Одна суставила снимает стабильно хорошую картинку, а вторая, ну, которые там какие-то красивые частности, говоря. Да, нет смысла брать две GoPro из двух рук и не там в костер их дыкать, да. От этого лучше будущий сюжет не станет, просто станет вдвое больше костра и вдвое больше, там, из вайта. И теперь вернемся к краудфандингу, потому что, на самом деле, ну, это классная тема, и я думаю, в будущем она будет заруливать. И вот она как раз отвечает на вопросы людей. У меня есть идея, нет ничего, нет опыта, нет умения, руки торчат из жопы, но мне нужны деньги. Чтобы не ходить по офисам, можно бы попросить в интернет. С чего бы начать в краудфандинге? Откуда идея взвалась? Человек остался без визу. После, там, моих видосов про Крым и Карпаты, мне сами стали писать менеджеры краудфандинговых платформ, все. И говорят, вот ты занимаешься, у тебя активный образ, образ жизни. Ты, типа, заряжаешь людей, поэтому давай у нас запускай что-нибудь. Ага, решили на тебя бабосов с руками. Сколько они берут? 10% чаще всего. Они берут, сама платформа забирает 5%, еще 5% забирают платежные системы, но когда люди скидываются из платежной системы, они не берут людей процент, но они берут его потом. То есть, в итоге, минус 5, минус 5, и еще 13% забирают государство. Владимир Владимирович. Какой Владимир Владимирович? 13%. Нет, у меня Владимир Владимирович, потому что это все-таки много. 13% наш? Да. Я поэтому и забанил. Ты собираешь там 100 тысяч крыльц детских. 25% входит. Да, проще срок собрать. Вот Костя про это говорил, что поэтому каус-пальнин сплошных, реально чуть денег стоит по-мекану. Да, но при этом он ведь хорош тем, что люди видят прогресс сбора, и они видят, ну, они могут на это влиять, там, дикую шкалу дать. Ну, вот этим прозрачностью он хорош. А ты сумму закладывал с учетом того, что придется 25% отдать? Да, да, с учетом, да. Я хотел сначала 15%, потом понял, что 25% заберут. Ну, то есть, там собрал 40 тысяч проектов. 40 тысяч. 40 тысяч собрал, из них 10 тысяч. А он, вы, сама приходите? Нет, там все само уже. Они уже перечисляют эту сумму, которую я завышу в Техну. А сама, на самом деле, их потом не платят. Ну, вообще, может быть, да. Белый краундфандинг и черный краундфандинг. А серый вывод? Не знаю, у нас такого опыта нет. Ну, там всех платформ по-разному. Там они, вот, вот, планета отдает 50%, я сказал себе процентов, она отдаёт. Но забирает больше процентов еще. То есть, не 10, а 15. Вот, смотрите, если, ну, если ваши друзья собирают что-то с помощью краундфандинга, и вы верите в их идею, да? Давай, давай. Мне предлагали, типа, давай, отправляйся в путешествие, собирая на краундфандинге, на нашей платформе. Там тысячу долларов, три тысячи долларов, можно собрать без проблем. Но я понимал, что, когда ты отправляешься в путешествие, то есть люди тебя спитываются на путешествие. Ну, типа, зачем им твое путешествие? То есть это как бы для себя. И я пришел к тому, что краундфандинг нужен именно для того, чтобы зрители, которые вкладываются, чтобы у них, чтобы они платили за продукт. То есть нужно предлагать продукт. Если вот я собирал на мини-териал, то есть продукт этот будет. То есть люди, это не просто путешествие, я уехал, неизвестно зачем, а они что-то получили взамен. Если у тебя тушенка не закончилась, то продукт будет. И что, это вот так верят во честное слово, что вы дайте мне денег, я вам что-то сниму? Да. Что смонтирую? Ну, смонтирую, естественно. Ну, причем, как видели, Макс вначале сделал несколько серий, полностью за свои ресурсы. Вот, ну, чтобы вы понимали, на самом деле, он потратил на эти серии, наверное, там, 9-10 рабочих, если не больше. Да, больше. Больше. Две недели рабочего времени человек потратил на создание этих серий. Ну, мог эти две недели потратить, снимая свадьбу. Макс офигительно снимает свадьбы. Если бы кто-то собрался там жениться, то можете... Выписывайте из-за теста оператора. Да, да, да. Выписать. Будет круто, как в Белой Крым-Карпатке, там. Вот так вот все думают, он зажжен ее. Вот они... Потом бьес-феем намонтируют. Не трогай. Короче, да. А мне не очень интересно. Не свадьба, но мне не носу. А зачем? А зачем? Что-то я... Уделял нить, да? Да, потратил две недели для того, чтобы вот просто запустить вот этот краудбанк. То есть он уже поработал, ну так сказать, за свои, чтобы попытаться потом, ну, найти вот эту помощь у своих друзей, у своих подписчиков. Ну, у тех, кому нравится его творчество. Ну, и в любом случае, все равно был бы в тебя так. Потому что 30 тысяч... Ну, какие это... Ну, представьте, когда ты выбратишь это. Сколько по 30 тысяч? Сколько масса троги вот таких подарков? Не, я поехал в Одессу. Там я король с этими... Там, короче, два митра можно. Там, короче... Да. Сериал, сериал будет. Вот, единственное, что я там обещал делать раз в три дня серию. И вот я сейчас об этом жалею, потому что можно такое обещать, если бы уже все серии были присмонтированы, и я бы просто их выкладывал раз в три дня. А сделать их за два дня после... Вот ты серию выкладываешь, тебе нужно сделать она следующую. И это очень сложно. Мне кажется, что просто... Ну, простите, будет редко. Я не писал три дня. На серию нужна неделя. Ну, где-то так. Я не знаю, у меня серия выходит в три недели. Хотя я говорил, я за неделю буду делать. В три недели, это минимум. Серия в месяц. Ну, я как программист скажу мне, в закон Мерси, заложите сроки, умножьте их на два, и все равно не хватит. Это классика. Любой работой. Хотя подписчики пишут, блин, прошло три недели, где серия? Я так отвыкнулся фаром. Еще неделю надо как минимум ждать. Не, надо показать так. Да-да, сейчас, сейчас, подождите. Самое главное, это никто не видит. Еще, в общем, про краудфандинг. Очень важно, чтобы у вас были какие-то, на мой взгляд, друзья. Они очень сильно влияют на сбор. Мне так кажется, то, что, когда ты сам просишь денег, тебе вроде как и стыдно это делать, и вообще ты не хочешь об этом везде писать, дайте деньги, ну, дискомфорт прям такой уступает. А друзьям пофигу, они видят, что проект охрененный, да, просто охрененный. Они могут везде там написать и рассказать о нем, потому что они понимают, что это охрененный проект, что, блин, ну, будет отлично, если он состоит. И, ну, вы рассчитывайте, вот, ну, какую-то там свою программу, исходя из того, вот, есть у вас такие друзья или нет, да, вот. Если их не окажется, они все говнюки, то что-то вообще, как-то вы жизнь до этого не так с вами были. Вот. Но учитывайте в своих расчетах там не только, может быть, свою аудиторию, а еще аудиторию, лояльных фондов, не может совместную программу, с вами были. Да, 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 да. Все по краудфандингу. Ну, если какие-то вопросы, можете их поставить. Вот, вкладчики, вкладчики. А как тут выводят? На тебя начинают нанятать все акционеры. Да? Я тебе просто говню, когда подкрывают роги, можно взять и свалить. Первое, первое. По-моему, ее сдали две недели. Рекоменды такие. Опять же, здесь, ну, должны все те же товарищи вписываться и говорить, идите вы все нахер, серия идеальна. Как бы, Макс, продолжай творить. Вот она получилась не такая, может быть, анимированная, но она душевная. Да, кстати, вот у нас в джазовской группе, вот нашей, есть такая тема, что, допустим, под видео Дорофея, там его хейтят, и он защищается не сам, а, получается, вся группа вступает. Ну, потому что, получается, что один сидит, отбивается, нехорошо. Да, да, да. И там, если он подбегает роли, то их сразу мочат все. И это мы не договаривались. Это после негласа так получилось. Да, конечно. Мы договорились о ней не рассказывать. Скоро на канал. Ну, в этом плане, я и вам говорю, лажайте, не надо отвечать троллям. Знаешь, у вас из 10 комментариев, из них 3 плохие, там, нет, ну, вообще, 5 комментариев, 2 хорошие, 3 плохие. Вы на хорошие на оба ответили, на плохие нет. Все, вот тролли выпусили. Вот в этом, а вы, наоборот, кормите их, вот на них с копищем, а там все спасибо. Да, ничего страшного, вроде нормально, на самом деле, нормально пока. Значит, видео обсуждаем. Не, ну, кости тут. Поезд потом опять ответить. Особенно у меня, мой брат, здесь, как-то не реагирует, прям, блин, я не могу смотреть. С другой стороны, может, подписчики лояльные начнут чем-то отвечать. Тоже, ну, отдельная активность. Потянутся другие, которые просто не участвовали, увидели, вот это, как говно просто. Дайте, 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 я влезу. Я просто георгиевскую леточку на шарфную вяжу, им ничего не надо делать. Как, ну все, в общем, если есть вопросы, еще можно прям последние. Что за сублиматов у вас было? Что за сублиматов у вас было? Ну, из сублиматов, ну, опять же. Дэн заказал, что мясо. И говорит, я хочу, говорит, да, я хочу два дня на гала-гале. Я не знаю, зачем Дэн это попросил. По-моему, это дорого и... Оно вкусно, классно, но очень дорого и маленький порт. Не, не от какой-то, типа, самодельного. Да, потом была еще часть, мы решили, что тоже мы не берем никаких консервов. Я там что-то нашел, какой-то сварка, Алексей Гусев. Вот, и он нам, ну, с такой с удочкой сделал мясо. Но оно нам реально понравилось. Про него так рассказывали. Там тюрьмы какой-то, да, там шоковая пара. Мы потом обещали... Мне Миша сделал ссылку на, говорит, типа, смотри, говорит, типа, чуваки нам рекомендуют. Я бы с тобой-то добрал обратно эту ссылку. Да блин, чувак, у него вообще даже сайта нет. Он делает на несколько турклубов московских мясо. Сколько стоит? Ты даже тихо его знает. Он тысяч рублей килограмм. Около того. Он там какие-то, ну, опять же, зависит от партии. Понимаете, там курица, как бы, или рыба зависит. Курица или рыба, да. Там разные партии, разные фастовки. Больше жира меньше. Там есть вариация подсоединятных. Стоит разумно. Да. Ну, дешевле, дешевле, чем Галагала. Галагала, по-моему, килограмм, получается, 8000, что ли, если килограмм. А у этого, ну... Он там как-то сушит? По-моему, 80 рублей 100 грамм. Дорого. Я что-то смотрел. Нифига, нужно по Вене, по-моему. Галагаловская дорогая. Ну, вот если сравнивать цену, однозначно Галагала проигрывает. Ты примей ее больше. Теперь, сами понимаете, какие сублиматы. Только спецгид. Только его. Ну, на самом деле, вот ребятам спасибо. Вчера они тоже приезжали. Ну, здесь тусовались с нами, уехали. Говорят, да не надо вообще никаких презентаций. Ну, все, мы видим, вы классные ребята. И все, и этого достаточно. Просто сделайте пять обзоров. Ну, тем не менее, видите, все вроде остались сыты. Даже те, кто пришел здесь. Все, давайте заканчивать, наверное, это выступление. Еще, нам все надо, на самом деле, заканчивать и рассказывать. Да, вот это кончики. Кончики? Кончики, да. Кончики, да. Кончики, да. Кончики, да. Вы говорите, говорите. Так, давайте тогда. Все же нет. Вот я секундочку еще про спонсоров расскажу. Во-первых, текущего мероприятия, на самом деле, ничего бы не состоялось, если бы не компания «Новатур». Вы, надеюсь, это уже поняли, сфотографировались влага. И это так. Вот представители сидят у нас в компании, и они, как видите, они не просто представители приехали, ну, что тут у вас слет там, давайте нам рекламу, обзоры. Они просто такие же участники, как вы. Они своими руками собирали байдарки, все это строили, все делали, да. Они такие же участники слета, которые любят туризм и, ну, убедили там руководство, убедили инвесторов, что можно развивать вот туризм таким образом и каким-то потом заработать. Кроме этого, нам с питанием помогла компания «Спецпит». Все сыты, все довольны. Вкусно. Кстати, вкусно. Я ел два года назад «Спецпит». Было невкусно жутко. Потом я посмотрел на срок годности, а он уже, как бы, истек. Это был секрет, вот почему было невкусно. А сейчас вообще норм. Сейчас 52 года в троп вернулся. Да, сейчас. Ну, кстати, вот кто ко мне заезжал домой, тот видел еще куски того пакета. Я его еще не выкинул. Мы его доедали перед поездкой сюда. Там чай какой-то заваривал. Дальше, ребята, я правда не вижу вообще представителей термобельё. Они уехали. Уехали, да. Ну, надеюсь, с блогерами они подеседовали. Ну, простите, кого-то сольем контакты с сольемом. Да, я надеюсь, что это и в ваших же интересах, ну, как-то начать работать с ними. Ну, просто приехали тоже как участники, тихо побродили, посмотрели, с кем нужно поговорить. Там «Монтера», да? Да, термобельё «Монтера». На самом деле это откуда вообще они взялись? Фабрика реально в России, в Рязани, если не ошибаюсь. Ткань у них все. Это «Премолог». «Премолог» ткани, ну, такие же термобельевые, как там «Полартек», только лучше и с брендом «Премолог». И они из этого начали шить термобельё. Да, да, термобельё. Ну, я уверен, что оно классное. Ну, уверен, не… Ну, может быть, там не лучше и не хуже всех остальных, да, но точно не говно. «Премолог» не умеет делать плохое. Ну, что-то плохое не имеет. А, рекоменда ещё. У нас есть на самом деле магазин «Рекоменда». Это мой магазин. В нём продано товаров на 50 тысяч за всё время его существования сейчас. Возможно, я его, ну, начну уделять времени ему чуть больше. Идея состоит в следующем, что там будет маленький ассортимент. Там будут только товары, которые, вот, прям, безусловно, ну, сто раз проверены, походу. Причём там будет, опять же, против всех законов маркетинга. Там будет и что-то дешёвое, нищебродское, да, просто там, палатка за 2000 рублей. Ну, только если с ней сходили и проверили, и известно, что она не утонется от там, палатка наших гостей. Да, вот, тогда она там будет. И в то же время там может быть что-то невероятно вообще космическое, дорогое и крутое. Магазин этот будет только в Москве? Нет, это интернет-магазин, соответственно, ну, не пропагандирую. Я понимаю, что такая, ну, продавать в интернет-магазине нужно в интернете, да, не здесь, поэтому. Ну, просто знайте, что это вот мой магазин. Не особо буду навязчиво его рекламировать просто в каждой серии. Как зовётся ещё раз? Рекомендару. Ссылка в описании. Да, и здесь же со спонсорами я должен поблагодарить просто всех волонтёров, которые помогли организовать всё. Ну, ребята, они скромно стоят вот среди вас. Они такие же участники, но они выделили кучу времени. Привезли своё оборудование, поделились. Ну, пускай вот там звук, что-то не удалось, но они привезли это их, да, у меня нет ничего там своего. Байдарки привезли, кто-то палатки, лишние там спальные места, организовали питание, воду, всё-всё. Да, паню. В общем, ну, респект. Вот таким образом давайте попробуем. Из них бы тоже не получилось. Аплодисменты. 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 Вот вам все. Аплодисменты. Так. Винтажная? Винтажная. Лупочка Мановская. Ман сто лет. Тот. Откуда у тебя первый шаг в право категории С? можете в личечку написать вообще очень нужны без этого я могу не попасть в достаточно интересную экспедицию мне прям очень нужны категорически здесь грузовик военкоматах учат в военкоматах учат пожалуй в этой экспедиции у меня уже поздновато да и сроки там большие за то какое классное обучение